Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В Кыргызстане прошли выборы президента. Ряд кандидатов в президенты Кыргызстана, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявил журналистам, что не признают итоги выборов. По предварительным данным, с автоматических считывающих урн после обработки 95% пюллетеней победу в первом туре одерживает бывший ИО президента Садыр Жапаров с 99% голосов. У Мадумарова – менее 7%. «Я не признаю итоги выборов», – процитировала политика информагентства «24 килограмма». Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило. Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шейлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законном порядке, и уже только потом можно будет однозначно утверждать, повлияли ли возможные нарушения на ход выборов. Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% кыргызстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. В свою очередь, президент Казахстана Касым Жамар Текаев поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Кыргызстане, сообщает спутник Казахстан. Глава государства пригласил Жапарова посетить РК с официальным визитом. Кыргызский руководитель принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан, сообщает Аккорда. Жапаров в ответ поздравил Текаева с успешным проведением парламентских выборов. В 20.00 10 января в Кыргызстане закрылись все избирательные участки. По предварительным подсчетам на президентских выборах с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Первым Жапарова с победой поздравило руководство Афганистана. Досрочные выборы президента Кыргызии, состоявшиеся 10 января, были открытыми, свободными и легитимными. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. Миссия заявляет, что досрочные выборы Кыргызской республики и референдум по определению формы правления прошли в соответствии с действующим законодательством и принятым на себя республикой международными обязательствами, подчеркнул Норов. Он добавил, что нарушений избирательного законодательства обнаружено не было. В свою очередь, член миссии Игорь Евланов сообщил ТАСС, что избирательный процесс был организован на высоком уровне. Глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности Омахан Омаханов тоже подтвердил, что нарушений избирательного законодательства страны зафиксировано не было. Напомним, досрочные выборы главы Кыргызии прошли в стране в воскресенье, 10 января. На пост президента республики претендовали 17 кандидатов, явка на голосование превысила 39%. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях.